Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня я, как видите, в нарядных сережках, но без макияжа, потому что я буду вам его нарочито показывать. Нарочито, потому что макияж у нас, несмотря на то, что разгар лета и середина июля, макияж у нас будет относительно грядущего сезона, а если конкретно, осень 2015. Не знаю, как в вашем городе, но для Москвы вполне подходит. Осенний макияж посреди очень нежаркого лета, мне кажется, очень даже актуален. Выбор средств у меня, конечно же, будет сегодня не случайным, потому что мы поговорим про коробочку крыгинобокс. Я давайте ее открою, она такая беленькая в чехольчике. Это коробка, которая была представлена на бьюти-дне 2015, который прошел у нас 27 июня, как вы наверняка все знаете. Вот эти штучки, кстати, это магнитики. Вы имеете в виду, что это вам на холодильник. Оно на такую сопельку прилепленное, и вот можно оторвать и приклеить куда-нибудь. Вот она хорошенькая, тут я крашу губы красным, памятник красной помаде, все, что, собственно, ожидала девушек, которые пришли на бьюти-день. Давайте откроем голограмму и скорее начнем краситься. Здесь у нас карточка, я тут пребываю в полный рост, и, конечно, про каждый продукт найдете здесь описание. Мы сегодня будем действовать не совсем в порядке карточки, потому что нам очень важно соблюсти алгоритм макияжа. Короче, буду рассказывать вам, попутно создавая макияж. Вот такой у нас набор. Практически все средства здесь полноразмерные. Вы на блинка знаете, что на самом бьюти-дне была представлена еще одна версия этой же коробки, где все абсолютно средства были полноразмерными. Это такой готовый набор для макияжа, который я на 100% уверена, что всем подойдет. Даже тональный крем, он подстраивается под оттенки кожи, и, ну, то есть, если вы не афроамериканка, и если вы не альпинос, то, скорее всего, он под вас адаптируется и вам подойдет. Первым делом давайте возьмем праймер. Праймер здесь у нас Make Up For Ever. У Make Up For Ever невероятнейшую линию праймеров запустили в этом году. Их вышло просто невероятно какое-то разнообразие, что-то 10, наверное, или 11. То есть, Make Up For Ever, они что сделали? Они полностью взяли свою линейку праймеров, которая и так без того была прекрасная, модернизировали ее и сделали еще более крутую, еще более расширенную линейку базовых средств от макияжа, назвали ее Step One. Вот этот матирующий, он в черненькой упаковочке, и я могу сказать, что у него прикольное очень матирующее свойство. Давайте сразу будем наносить. Этот праймер чем хорош? Тем, что он и себорегулирующий, а если у вас нет проблем с жирной кожей, если вам проявление жирной пленки контролировать не нужно, вы можете его использовать для стойкости макияжа. Вы можете наносить его локально совершенно немножко для того, чтобы сделать макияж более стойким. И вот у меня кожа тоже не склонна к жирности, но стойкость макияжа, она для меня важна. Проследите, пожалуйста, чтобы он у вас полностью высох, не наносите слишком много. Лучше вы потом добавите, но матирующего праймера, особенно этого, должно быть совершенно чуть-чуть. Даже вот такой миниатюры вам должно хватить очень и очень надолго. Кожа по ощущениям должна стать очень матовая, бархатная и шелковистая. Если такое происходит, то можно приступать к следующему этапу. Но даже если вы в дальнейшем решите, что матирующая функция праймера вам не обязательно, обратите внимание, пожалуйста, на всю линейку Step One, потому что там очень сложно не найти свой продукт. Мне еще очень нравятся беленькие и голубенькие. На них очень легко ложатся стойкие тональные кремы. Имейте в виду. Следующий продукт, который нам понадобится в макияже, он первый в карточке, это Clinique. Тональный крем. Beyond Perfection. Это очень классный тональный крем. Сейчас вам покажу, почему в первую очередь. В первую очередь, потому что посмотрите, какая у него клевая штука есть вот здесь внутри. Это как блеск для губ Маши Малиновской. На самом деле, это тональный крем и консилер в одном. Мы наносим его вот такими точечками и растушевываем. Мне больше всего нравится пальчиком, потому что тональный крем очень хорошо начинает растушевываться под действием температуры пальцев. Но еще мне очень нравится использовать битюблендер для его растушевки. Влажный битюблендер делает его более тонким. Тональный крем имеет второе уникальное свойство. Это свойство подстраиваться под оттенок вашей кожи. Я здесь выбрала самый универсальный цвет. Он такой, знаете, не темный, не светлый, не розовый, не желтоватый. Он на каждой девушке начинает проявлять себя совершенно по-разному, подстраиваясь под особенности конкретно вашей кожи. Слишком сильно не нажимайте на пальчик. То есть, если вы будете растушевывать, помните, да, что растушевывать это не растирать. Вот в сочетании с этим праймером этот тональный крем становится очень стойким. И немножечко будет выглядеть поплотнее. Потому что весь набор косметики, ну, знаете как, у него может быть задача минимум и задача максимум. Вот задача минимум это легкий дневной нюд, а задача максимум это роковой вечерний макияж. И вот чтобы вы могли самостоятельно поиграть с плотностью тонального крема, здесь не столько роль играет сам тональный крем, сколько праймер. Матирующий праймер всегда делает тональное средство чуть более плотным. Это средство с очень высокой покрывающей способностью. То есть, если вот где-то есть какой-то маленький дружок, то вы можете его вот таким образом вбивать, чтобы дружок у нас на лице стал менее заметным. Или вообще незаметным. Еще раз напоминаю, что этот тональный крем можно и нужно использовать в зоне вокруг глаз. Потому что он имеет плотность покрытия, с которой можно работать, можно ее варьировать. Если вы хотите, чтобы тон был помягче, попрозрачнее, растушевывайте влажной кистью или влажным спонжем. Если хотите более плотный вариант, наносите аппликатором, который есть в комплекте, и растушевывайте либо им, либо пальчиком. Здесь что очень важно? Во-первых, это полноразмерный продукт, и реально продукта очень много в бутылочке. Она такая прям увесистая. Вам хватит его надолго. Вариант, конечно, несмотря на то, что сейчас середина июля, погода, мягко сказать, хреновая, этот тональный крем для лета плотноват. И если вдруг наступит жар, то, скорее всего, он будет вам некомфортен, его будет слишком много. Потому что он действительно летом не нужен. Он должен подождать осенью. Поэтому совет, и это, в принципе, касается любого тонального крема. Если вы решили поставить тональный крем на полочку, чтобы он немножечко подождал своего часа, поставьте его обратно в коробочку. Защитите его от света. Так ему будет намного лучше. Потому что большинство тональных средств, а этот в особенности, они светочувствительные. То есть функция выравнивания цветовых пигментов на вашем лице без вашего участия, это, собственно, и есть вот эти компоненты, которые очень быстро реагируют на свет. Поэтому напоминаю, сейчас середина июля, и коробочку от него не выбрасывайте. Пусть он до своего часа постоит вот так. Если вам сейчас комфортно им пользоваться, и он вас по плотности абсолютно устраивает, и ваша кожа нуждается в такого рода покрытии, то, конечно же, начинайте пользоваться прямо сейчас. Не нужно ждать осени. Следующий продукт у нас в коробочке, вроде бы в своей такой невзрачной коробочке, но на самом деле очень классный. И я вижу уже по комментариям, что девушек он просто покорил. Это кремовый шиммер. Это Dex. С этим швейцарским брендом я вас уже знакомила. И вот такой вот шиммер полноразмерный, естественно, у нас в коробке. Такое розовое-бронзовое золото. Красоты просто невероятные. Вот для тех, кто очень хочет макияж с техники стробинг, невероятно популярный в последнее время, непонятно почему, потому что уже 5 лет все его красят. Эта техника основана полностью на хайлайтинге. И вот сегодняшний наш макияж, он будет, скажем так, сосредоточен на технике стробинг, потому что у нас не будет затемнения по коррекции. В стробинге не бывает темных корректоров вообще. Вся коррекция строится за счет высветления с шиммерными текстурами, переливающимися, то бишь, определенных участков на лицвет, для того, чтобы кожа получилась такая вся сияющая. Основные зоны для высветления вы уже знаете, но на всякий случай давайте повторю. Это скулы, это ямочка на подбородке, это галочка над верхней губой, спинка носа, внутренние уголки глаз, подробное пространство. И вот вы получите с такой сияющей бронзовой статуэткой. Чуть-чуть причешем брови, они у меня свеже покрашены, поэтому я пока ничего с ними делать не буду. И, в принципе, для какого-то очень легкого макияжа вы сможете просто накрасить здесь ресницы, пальчиком на губы добавить немного помады и идти себе на работу. Поэтому не забывайте правила, на любом этапе макияжа вы можете остановиться и закончить его. А мы продолжаем. Следующий продукт нашей коробки – это целая палетка нудовых оттенков. Это Sleek. Палетка очень мне нравится. Она и сама по себе по дизайну довольно-таки лаконичная. У меня все время плохо получается открывать. Вот такой набор абсолютно гениальнейших базовых оттенков. Аппликатор я, пожалуй, сразу куда-нибудь ликвидирую. Я предпочитаю кисти. Здесь, смотрите, и матовые, и с шиммером оттенки, и темные, и светлые, и такие вот очень крутые красноватые с металликом оттенки слива. Они вот прям невероятно смотрятся на глазах. Давайте с ее помощью сделаем мейк на глазах. Здесь, на самом деле, вариантов мейка может быть очень и очень много. Давайте начнем с самого простого и довольно-таки быстрого. Это вот прям легчайший нюд. Потом мы его немножко усилим. Я возьму мягкую кисть из козочки белой. Это мак, кисть для растушевки. И начну с матовых теней, с матовых теней светлых. Возьму вот такой персик и немножко бежевого затемню складку верхнего века, чтобы сделать коррекцию глазика. Немножко вытяну этот рисунок. Я хочу сосредоточиться из всей этой палетки на теплых оттенках. Теперь возьму оттенок с металликом другой стороной кисти и нанесу на подвижное веко. Здесь не делайте четких границ. Легко смешивайте между собой. Именно поэтому мы используем одну и ту же кисть. И немножко матовым коричневым. Дополнительно затемним складку. Поверх металлических теней темные будут ложиться очень легко. То есть если вы хотите прорисовать какой-то рисунок, делайте его до нанесения теней с металлическим блеском или с перламутром. Потому что поверх металлика любые тени ложатся уже очень дымчато. Но зато, как видите, мы пока управляемся всего лишь с одной кистью. Темнее не нужно. Беру такую же кисть и все то же самое повторяем. Сначала делаем коррекцию. То есть пытаемся оттенить ближайшими оттенками, не затемняя глаз. Вытянуть его. Светлый перламутровый добавить. Такой металлик. И темно-коричневый. И вот я думаю на этом этапе пока можно остановиться. Сделаем такой легкий бронзовый нюдец. Ресницы. Нам здесь обязательно нужно ярко накрасить ресницы. Это бенефит. Р-р-р-р-р-лэш. Подкручивающая тушь вот с такой вот прикольной щеточкой. Миниатюре представлено в нашей коробке. Тушь с очень мощным подкручивающим эффектом. Если вы еще будете дополнительно на кончиках закручивать щеточкой ресницы по направлению к подвижному веку, эффект будет вообще грандиозный. Вот. Тушь реально очень подчеркивает ресницы, подвивает их. Такая малявка дает такие ресницы. Еще нижние. У этой туши очень прикольная щеточка. У нее щетинки абсолютно разной длины и чистоты. Вот та сторона, которой вы непосредственно наносите тушь на ресницы, там такая мелкая-мелкая-мелкая щеточка. Чистоколом стоят щетинки, а вокруг они уже с большим расстоянием и сами по себе по длине тоже больше, что дает эффект вот такого вот подкручивания и еще дополнительно расчесывания. Хочется немножечко подровнять брови. Возьму тени также из палетки серенькие, чтобы далеко не ходить. Здесь есть несколько оттенков. Вот этот, например, отлично подойдет для блондинок. Сделали. Свежепокрашенные брови у меня, конечно, немножечко темноватые. Я обычно наношу светлее, но для нашего макияжа очень даже подойдет, потому что далее я хочу нанести помаду. Помады у нас и фраше. Сразу в тусовочке с женихом, с карандашом. Винных оттенков. Давайте их откроем. Очень актуальные. Будут для вечернего или даже для дневного макияжа этой осени. Карандаш у нас такого оттенка десертного вина, типа марсала. Карандаш механический, довольно-таки жирный. И очень удобный в нанесении. Обязательно закрасьте им полностью губы. Вот. Он даже самостоятельно очень круто смотрится на губах. Можете оставить его вот так матовым, можете добавить блеска для губ. А можете нанести помаду. Почему мы наносим карандаш полностью на губы? Потому что помада у нас увлажняющая, но с ярким темным пигментом. И вот на случай, если вы пообедаете, выпейте 8 чашек кофе. И помада неизбежно останется на этих чашках кофе, у вас на губах хотя бы останется стойкий пигмент. Это будет карандаш. Вуаля! Посмотрите, как красиво. И здесь, что очень важно, у нас карандаш, он немного светлее. Примерно оттенком, как у меня, маникюр. Помада значительно темнее. И вместе они дают еще более глубокий темный оттенок. Вот вместе они мне больше всего нравятся. Но вы имеете в виду, вы можете с ними поиграться и создать какую-то свою индивидуальную формулу. Можете попробовать помаду отдельно. Можете наносить карандаш отдельно. Можете использовать их вместе. Можете контур сделать четким. Можете растушевать контур. Вот все, что захотите, все делайте. Даже если вы захотите здесь больше румян, вы можете для этого использовать помаду. Помните, мы уже говорили о том, что очень важно соблюдать гармонию оттенков. И у вас оттенок румян не должен отличаться от оттенка помады. Не может быть здесь персиковых румян с такой помадой или каких-нибудь оранжевых. Оттенок должен быть примерно тот же. И чтобы не гадать, тем более, что мы макияж не прикупривали, не стесняйтесь использовать саму помаду. Вот она вас точно не обманет с оттенком. Вот посмотрите, пожалуйста, очень даже просто. Помада очень комфортная на губах. Карандаш сам по себе не стойкий. В нем очень много увлажнителей. Но он такой прям базовый. То есть реально всем подходит абсолютно. И удивительный оттенок, потому что он намного круче смотрится именно на губах, когда губы полностью закрашены, нежели в упаковке. И здесь о ногтях я уже не зря проговорилась, потому что у нас есть еще вот что. У нас есть два лочка. Один прозрачный, это база и топ. Это nail look. Второй это оттенок, который специально разработан для этой коробки. Для меня это оттенок самый актуальный и самый универсальный оттенок сезона. Это как раз таки и есть тот самый оттенок Marsala, который всемирно известное агентство Pantone вывело как цвет 2015 года. В нем он смотрится очень легко. Вечером он становится чуть более вечерним. И он такой серединки наполовинку. И не яркий, и не бледный. Цвет поистине очень красивый. Я вчера сама намалевала себе ногти им. С учетом своих талантов, ну вы знаете, должно было облезть через час. Потому что вот что я не умею делать, это вот красить ногти. Это вообще не мое. Я даже подпилить их нормально не могу. Они у меня потом расслоятся сразу же. Так вот ничего. Смотрите там. Держится у меня все. Очень даже держится и блестит like a diamond. Но это еще не все. Давайте-ка теперь этот макияж усилим. И сделаем помимо ярких губ, еще и яркие глаза. Мы по этому поводу, конечно же, вернемся к нашей палеточке. А еще воспользуемся парочкой подарков, которые есть для вас в этой коробке от семейства проектов Елены Крыгиной. В частности, от Makeup to Makeup. Это набор патчей для создания макияжа. Это такие ловцы теней. Это стартовый набор. И в этой коробочке вы найдете патчи двух размеров. Большие. Это для очень-очень-очень творчества. И маленькие. Для стандартного макияжа, типа нашего сейчас. Это вот такие штучки. Подкладочки под глаза на клейкой основе. Можем взять на один глаз большой, на другой маленький. Я бы взяла большие, потому что с ними точно ни одна крошка-тенюшка не упадет мимо кассы. А вот эти патчи хороши для, ну, вот примерно такого макияжа. Более-менее, скажем так, носибельного, не вечернего. Но если у вас яркие сыпучие текстуры и, ну, допустим, еще и блестки. Достаем патч. Отклеиваем. Они достаточно клейкие. Вы их слишком сильно тоже не прижимайте. И смотрите, их мы наносим немножко под углом. Заводим под реснички. Оставляйте здесь свободное пространство, потому что его нам тоже нужно будет накрасить. И вот так вот их подклеиваем. Можете сделать их как козырек, чтобы у вас все тени ссыпались сюда. Можете просто использовать как подкладку, если будете руками что-то делать, чтобы не растирать. Большой такого же плана, но чуть больше. Это для более крупных рисунков теней. И здесь вы его наносите вот каким образом. Вот прямо от внутреннего уголка глаз и до височной зоны. Вот так, чтобы у вас вообще ничего никуда не осыпалось. Если хотите, также можете его козыречком сделать. Берем снова палетку и теперь возьмемся вот за эти тени. Они мои самые любимые в этой палетке. Плоская кисть и начнем их потихонечку наносить. Это оттенок металлик, очень похожий на тот пигмент, который у нас сейчас на губах. Затемняем с его помощью складку верхнего века и внешний уголочек. Очень мягко заполняем пространство, чтобы у нас не было никаких четких границ. Видите, границы четкие мы не наносим. Вот эти тени как раз-таки металликом, и они довольно-таки активно осыпаются. Здесь нам патчи пригодятся как нельзя, кстати. Нанесли. Сразу кистью растушевываем той, что мы наносили первоначально. Тени. Сглаживаем границу и растушевываем слегка к вискам. Забегая вперед, у нас по итогу с вами получатся такие бронзовые смоки. На нижнее веко обязательно. Вот здесь патчи очень важны. У них такая ребристая поверхность, которая не дает скатиться теням с патча. То есть материал, с которым изготовлен патч, как бы цепляет высыпающиеся тенюшки и не дает им скатиться дальше. На этом этапе я люблю снять патч и немножко его опустить. Чтобы у нас было куда растушевывать. И растушевываем, собственно говоря, границу нашего рисунка чистой кистью, очень подругой. И очень мягко растушевываем. Вот здесь подбровное пространство обязательно хорошо растушевываем. По границе, к вискам уводим. Все очень-очень мягко растушевано должно. Здесь немножко хочется удлинить бровь. Рисунок теней стал длиннее и бровь автоматически хочется также немножко удлинить. И также удлинить немножко по основанию. Теперь возьмем небольшую кисть, типа 6 мм, натуральная. Можно ее слегка намочить. И самым темным оттенком подводим глаз у внешнего уголка. Здесь очень важно не выводить и стрелку. И нижняя. И вот нижняя как раз-таки вытягиваем, соединяем его с верхней обводкой. У вас получится, что вот этот уголок внутри, он не будет закрашен. Вот это очень важно, потому что это увеличит нам сильно глаз. И вот внутренние уголки очень важно мягко стушевать, чтобы глаз не округлился. И мягкой кистью также чуть-чуть растушевать, чтобы у нас пониже немножко опустилось затемнение нижнего века. Я предлагаю еще раз окрасить ресницы, вторым слоем пройтись. И реснички. Еще один мой ненаглядный вид. 14-е ресницы супер натуральные в Make Up To Make Up. Они в длину держат абсолютно свое. Существуют исключительно для густоты. Вот для густоты мы сейчас и приклеим. Я вам на самом деле в целях экономии даже рекомендую разрезать эту ресничку пополам и приклеивать пополовинку. Они супер натурально выглядят, что даже и не отличить. Я немножко подстригу и приклею полностью ряд. Подстригу, естественно, не длину ресницы, а длину ленты. Как я вам уже неоднократно показывала, ресницы абсолютно сразу же встают в вашу форму. Ну, может быть, какое-то минимальное количество усилий вы приложите, но все ресницы малого объема у Make Up To Make Up самостоятельно наносится очень легко. Это большая редкость. Снимаем патчи и сразу, как один сняли, сразу растушевываем. Как видите, я надержу чистую кисть в руках, чего я вам, откровенно говоря, советую. Для финальной растушевки нам всегда необходима чистая кисть. Тональный крем возьмем еще разок и нанесем его в качестве консилера еще раз, потому что патч, он всегда имеет свойство удерживающие тени. Но он также еще отлично удерживает консилер ваш, который был нанесен у вас на зону вокруг глаз. И, конечно же, он его снимет. Поэтому, если заранее знаете, что макияж у вас будет яркий, можете просто не наносить консилер. Не идеальная зона вокруг глаз отвлекать вас не будет, потому что у вас будет она заклеена патчем. Так, вместе с консилером растушевываем дополнительно и вытягиваем линию. Растушевали, снимаем второй. Вот, видите, весь ваш консилер остается на клейкой основе патча. Это ничего страшного. Всегда в таком ярком макияже хорошо консилер поправить, даже и без использования всяких дополнительных гаджетов. То есть этому внимания особого придавать явно не стоит. Теперь давайте все еще дополнительно поправим. Еще помаду. И вуаля, женщина вау. Сразу хочется какой-то прически. И, конечно, сменить платье в цветочек, но платье однотонного типа немножко более роскошное. Опять же, вы должны понимать, что глаза и губы два акцента. Это очень ярко и, возможно, таки вам не подходит. Поэтому не забывайте о глазах первого варианта, когда глазик светлый, акцент на губах. Или наоборот. Вы можете убрать губы, и у вас не будет этой кровожадной нотки в вашем образе. Немного давайте приглушим оттенок розового, который впитался. И нанесем буквально каплю бальзама для губ. Никакого макияжа губ. Теперь нет, остались только глаза. Вот, видите? Поэтому, милые дамы, не используйте один конкретный макияж как лекарство от всех болезней. Пожалуйста, экспериментируйте. Вы можете даже этот кремовый блаш нанести и вместо бальзама на губы. У нас получается еще один абсолютно завершенный образ. С кардинально другим посылом, но тоже очень яркий, тоже очень эффектный. Поэтому, девушки, мои дорогие, этот набор, он для того, чтобы вы экспериментировали. В принципе, вы здесь можете сотни макияжиков разных придумать только вот с помощью вот этих продуктов. Пробуйте, выкладывайте свое, рассказывайте нам, чего вы нового наэкспериментировали. И пробуйте, пробуйте и пробуйте. Практически все эти мейки, которые вы просите у меня в комментариях в инстаграме, можно сделать одной вот этой коробочкой. Ну или, конечно, можно и по отдельности собрать эти же или подобного рода продукты. Вот, я вас всех целую, всем пока и жду ваши мейки. Надеюсь, что у вас получится. Мы за такой короткий промежуток времени три мейка хватили. Давайте показываете, что у вас еще классного получается. Вот, я вам желаю удачи, успехов и очень надеюсь, что увижусь с вами в 2016 году на VT Day Moscow, огромном фестивале красоты и красной помады. Вот, всех целую, всем пока.